Друзья, рада вас видеть сегодня в этом духе и здоровье с продолжением наш сегодняшний день. Он обещает нам быть очень богатым и эффективным, надеюсь. Поэтому представляю, хотя я не могу представить, но тем не менее, представляю нашего коллектива Саватима Алексея Владимировича, доктора физико-математических наук, членка испанции РАН, ведущего научного сотрудника лаборатории математической экономики, отделения теоретической экономики и математических исследований Центрального экономики Математического института РАН. Да, ну, основная работа у меня в Майкопе, на самом деле, профессор Адыгейского госуниверситета, кроме того, профессор физтеха московского, ну и дальше неважно, как бы там есть еще несколько мест работы. Вот, дорогие друзья, всем доброе утро. Я вчера с супруги сказал, что мое первое выступление будет в 6 утра. По московскому времени. И действительно так оно и есть. Значит, правильно я понимаю, что в основном здесь учителя базовых школ РАН. Правильно, да? И плюс еще кто-то просто пришел, ну, послушал. Вот, значит, соответственно, сегодня будет две наши встречи. Вторая будет посвящена проблематике, так сказать, школьных реформ. А первая, она... На первой я хочу рассказать один из школьных сюжетов, таких, один из самых, может быть, главных школьных сюжетов, ну, с моей точки зрения. Вот, но привести к нему постепенно. То есть я вначале расскажу, как я вообще... Ну, вот вы знаете, наверное, что в интернете есть 100 уроков математики в моем исполнении. И эти 100 уроков, они на самом деле, ну, и как большинство того, что я делаю, это вначале появляется в офлайн, в настоящем формате встреч. А потом уже выкладывается в интернет. То есть я всегда соблюдаю принцип, что главное – это личное общение. Самое главное – это личное общение. А потом уже, когда кто-то не может попасть на личную встречу, например, кто-то живет в Волгограде или в Владивостоке, а мы сейчас с вами здесь беседуем в Новосибирске, ну, сложно попасть. Ну, вот тогда уже в качестве, как бы, уже, ну, продукта, конечно, вторичного совершенно, но, тем не менее, человек может погрузиться в атмосферу через интернет. То есть здесь, как бы, должны быть четко расставлены вот предпочтения, да, тень знает свое место. Но об этом я еще буду говорить 12 часов. А сейчас я скажу, что 100 уроков математики были полностью прочтены для маленькой группы. Три человека у меня было. Я вначале набрал 20 человек. Это была школа, филипповская школа в Москве, которая не является, что важно, не является математической школой. В Москве очень много очень крутых математических школ. Вот, там, 179-я, 57-я, 2-я, там, этот самый сейчас появился, этот, значит, как это, ЦПМ, который к Олимпиадам натаскивает за все силы. Ну, и вообще такое место тоже сборки интеллектуальной. Вот, еще несколько школ. Но филипповская школа, эта школа, наоборот, с очень серьезным гуманитарным уклоном. Это почти классическая гимназия. И вот в этой частной маленькой школе ее основатель предложил мне попробовать это осуществить. А я ему давно еще говорил, я 15 назад говорю, у меня есть такая задумка, задумка о выжимке. О выжимке математического ядра, как бы, самого сока, самого-самого концентрата. Из того, что происходит в матшколах. Вот такая выжимка, да. В матшколах очень много, там, большое разветвленное дерево, да, там, изучается то, сё, пятое, десятое. Вот, ну и была идея у меня всегда, что вот у этого дерева, на самом деле, есть ствол. Вот ствол, на нем держится все. И если, как бы, вы изучите ствол, даже без того, чтобы много-много-много вот этих веток, разветвлений, в принципе, вы потом готовы сами их изучать. То есть, любая веточка, она уже на этот ствол сядет. А что такое ствол? Если вы откроете, там, программу 179-й школы, там будет 70 листочков с заданиями, в течение, там, 5 лет работы, которые доходят до совершенных высот, там, до серьезной высшей математики, настоящей. Начинаются с каких-то, значит, действительно, базовых вещей, но там же начинаются с разных... Снежок идет. Классно. В сентябре. Я собирался, взял свитер, шапку, варежки. Все это пригодилось. Да, все это пригодилось. Вот. То есть, вроде как, сначала непонятно, перед вами огромная вот эта вот кипа материала. Как из нее выделить то, что самое важное. Потом берешь, там, 57-я школа. Тоже очень похожие, в принципе, вещи, но кипа может быть немножко повернута, например, да, под каким-то углом. И там, скажем, 30 из 70 листочков могут быть про другое. Но мы знаем, что центр один. Все равно ядро есть. Оно как бы должно быть угадано и выявлено. Ну и вот я как бы постепенно его понял, это ядро. И сказал вот этому саму Михаилу Викторовичу Павлееву, который в школу основал, что я хотел бы попробовать это сделать, потому что мало ли там кто-то болтает, что ядро где-то достал. Надо же попробовать это реализовать. Он говорит, я могу тебе предложить мою школу, но она не математическая, там не будет каких-то талантов. Я говорю, может быть, это и лучше. То есть мы возьмем школьников обычных и попробуем с ними это проделать. Вот, и вот я взял два, там всего 30 школьников на тот момент было, во всей школе вообще, во всех классах буквально детских побольше было, но вот с 4-го, допустим, до 11-го было типа 30 школьников. Я их вначале всех в кучу собрал, ну там 20 пришло, посмотрел на них, буквально за несколько уроков отобралось 3. Эти трое потом не менялись. Ну там, нет, шатания были, наверное, до 30-го урока были шатания. Потом остались одни и те же, и это происходило 5 лет подряд, чтобы понимать. То есть они начали в 4-м, мы завершили последний урок в 8-м классе. Дальше, значит, ну понятно, что очень скоро стало ясно, что без семинаров вообще никуда, но сначала было понятно. Вот, появились люди, которые ведут семинары. Семинары были в 4-жды чаще, чем уроки. То есть урок был раз в месяц, один урок происходил раз в месяц. Потом, ну, потом мы спарили два урока, спарим их, но происходило раз в месяц. Затем был семинар. Раз в неделю происходил семинар. Долгий на самом деле, то есть там они решали задачки дополнительно еще, чтобы им было весело, он начали их с олимпиадными задачками как бы занимались. Надо понимать, что соотношение между вот этим стволом и олимпиадной математикой очень тонкое. То есть, как бы, это вообще, если посмотреть на программу вот того, что в стол уроках, собственно, есть, это вообще не олимпиады. То есть, ну, это просто развивается математика. Вот она идет вверх и идет. Тем не менее, они, значит, эти трое начали выигрывать все. То есть они как бы, мы не занимались олимпиадами, но они начали выигрывать до там где-то 6-7 класса. Потом они сошли с инстанцией. Почему? Потому что на уровне 7 класса появляется 179 школа, где уже не один раз в месяц урок и несколько семинаров, а каждую неделю по 6-7-8, значит, уроков где-то 10. Ну, понятно. То есть сплошная математика, естественно, ну, дальше уже у них никаких шансов не было. Вот. Ну, и, значит, тем не менее, некоторые олимпиадные сюжеты, они перекликаются с материалом этого ствола непосредственно. И вот именно про один из таких сюжетов я сегодня буду подробно рассказывать. Но до этого я скажу, буквально в течение 5 минут, вот как это из 100 уроков устроено. То есть что это за киты, на которых сидит все, да? Что это за ствол? Значит, ствол состоит из основной теоремы арифметики, арифметики целых чисел в максимальной степени серьезности и подробности. То есть, как сказать, вроде как эта тема, вообще-то говоря, всех школ, это тема школьной программы. Разговор о делимости, признаки делимости, решение там каких-то уравнений на делимость, какие-то эффекты, типа какой цифра оканчивается там 28-39 степени. Вот, это, конечно, делается в принципе, ну, по крайней мере, в теории делается везде, но сам теоретический костяк под это не подводится, потому что просто он очень трудный. То есть вот все, что касается разложения на множители, однозначность разложения на множители, это, на самом деле, такая первая трудная тема. Ну вот открывайте учебник Киселева, там разбор доказательства, ну, в нем взрослый-то не разберется, как дети это понимали. Я, честно говоря, удивляюсь, это какие-то были сверхдети, видимо, что они все, да, в гимназии, да, царские, все дети сдавали этот материал. Ну, если ты не сдавал, то просто вылетал из гимназии, с двойкой. Это не сегодняшний день, когда всех переводят в следующий класс, что мы позже поговорим, да? Вот, то есть это как бы серьезное дело. Как они это сдавали? То есть это для меня какая-то загадка, я не знаю, даже не знаю ответ на этот вопрос, потому что это давнее время было, уже не поймешь ничего. Интернет не зафидит, словно. Но суть в том, что как бы там проводится полное рассуждение. Вот, и, соответственно, первое, что обязательно в корне лежит, это вот эта вот серьезная теория делимости до основной теории аритмии с доказательством и с разбором всего, что до нее. Ну, и на самом деле ровно этот сюжет будет сегодня, через 5 минут. А я расскажу про еще два важнейших кита, да, кита. Или там три черепахи, на которых держится мед. Значит, следующее, и это перестановки. Перестановки, перестановки. Ну, там, грубо говоря, начинается с того, что мы рисуем правильный треугольник, кладем, как бы, кладем на стол правильный треугольник, вырезанный из картона. Картон одноцветный с обоих сторон. Дальше человек закрывает глаза, я проделываю какую-то махинацию, он открывает глаза и видит тот же самый равносторонний треугольник в том же самом месте на столе. Вопрос, какая махинация могла быть, если расстояние между точками сохранялись? Там есть три поворота и есть три отражения. Один из поворотов тривиальный, на угол 0. Называется тождественное преобразование или то, что мы ничего не делаем. Это, на самом деле, приводит к группе S3 перестановки на вершинах. Любая перестановка на вершинах реализует определенное движение и, наоборот, тоже верно. Это взаимоднозначное, как-то получается, отображение между, взаимоднозначное соответствие между всеми движениями, положенного на стол треугольника, и перестановками между тремя символами. Но перестановки изучаются около, по-моему, восьми или даже десяти уроков. Очень много, долго, четность, про нее очень много говорят. Чтобы конфетка была вкусной, доказывается, что в игре 15 нельзя разрешенными правилами поменять два символа, если вначале их ручную переставить. Знаете игру 15, да, пятнашка, вот эти вот квадратики, да? И в какой-то момент был такой холивар, да, сто лет назад с лишним, когда весь мир пытался поменять, некий зубной врач обещал за это огромные деньги, если кто-то сможет. Вот, и зубной врач, запатентовав сейчас за мной эту игру, выручил там в 10 раз больше, просто продавая эту игру. Вот, ну и, естественно, никому никакие деньги не достались, потому что это математически невозможно сделать. О чем, когда это было выяснено, что в Америке идет эта игра, о чем, значит, им сообщили лондонские математики. Вот, но, тем не менее, все равно продолжится. Поиск, естественно, как это всегда и бывает. И, вот, мало ли, что доказали, да, что нельзя. Я же попробую, у меня получится. Вот, ну и, соответственно, с помощью концепции четности перестановки проводится вполне нехитрое рассуждение, которое приводит к тому, что это сделать невозможно. Вот, и я скормил это рассуждение этим трехшкольникам. Вот, потом у них была куча упражнений там про это. Ну, перестановки это наглядно и очень, как бы, там нет ничего концептуального такого для головы сложного, но сам материал сложный. То есть, как их между собой, как бы, как их перемножать, да, вот эта композиция перестановок, всякие правила справа налево уже начинаются. Чисто теоретико-игровые вещи. Фактически, ой, теоретико-групповые. Я занимаюсь теорией игр и теорией групп одновременно, поэтому постоянно путаю. Вот, теоретико-групповые вещи, и следующий сюжет, он это все развивает, он называется теорема Шаля. Теорема Шаля это про движение плоскости, это их классификация, но я всегда начинаю с движения прямой, потому что движение плоскости, там много разных движений, это непростая штука. И, соответственно, чтобы движение плоскости на какую-то благодатную почву сели, нужно начинать с движений прямой. Казалось бы, что может быть сложного в движениях прямой? А вот представьте себе, на самом деле, движение прямой, это, ну, множество всех движений прямой, это уже очень непростой объект, который, значит, состоит из чего? Ну так, навскидку, да, из чего он должен состоять? Сдвиги, да, любые, и перевороты, да. Сдвиги реализуют просто обычные вещественные числа, на самом деле, да? Может быть сдвиг вверх, тогда это положительное число. Сдвиг тривиальный, ничего не делать, это ноль. И сдвиг отрицательный вниз, это отрицательное число, очень хорошая модель для чисел. Но, кроме этих сдвигов, есть перевороты. Более того, сдвиг непривиальный с переворотом любым не коммутирует. То есть, выполнение в разном порядке приводит к разным движениям. Сдвиг с переворотом всегда дает переворот, но точка, относительно которой происходит переворот, зависит от того, в каком порядке мы выполнены. Два переворота тоже не коммутируют, кроме единственного случая, когда они в одной точке центрированы. То есть, если вы от одной и той же точки два раз перстите, это возвращение назад. А вот если от разных, что это, кто скажет? Сдвиг на двойной вектор между этими точками приложения. В общем, там такая очень красивая арифметика движения, которая сразу же выводит на физическое понятие спина, на самом деле. То есть, когда в дальнейшем в физике будут изучать эффекты спина, это все в этом месте и базируется. Дальше идет, следующий по сложности объект, это окружность. И идет аналогия. Аналогия. То, что относится к сдвигу, это будет поворот окружности относительно отсутствующего на ней центра. То, что относится к перевороту, это будет симметрией, отражением относительно прямой. И таблица композиции, вот эта арифметика, она будет тоже такая же, как в предыдущем случае, только там как бы с заменой, понятно, да, с заменой числа на угол. Вот. Ну и точки напрямую, относительно которой мы отражаем, тоже очень такая. Ну как бы она закрепляет предыдущие знания, потому что они очень похожи, но для окружности вот свои нюансы есть. Например, для окружности некоторый поворот, может быть, который в какой-то, вот если много раз его повторить, он даст тождественное преобразование. Ну, например, там на угол 120 градусов. А для прямой такого быть не может. Любой перенос, сколько ни повторяй, тождественного преобразования не будет. Будет только все дальше и дальше уносить. То есть это как бы бесконечная окружность, да? Она все больше и больше была, стала бесконечной. И некоторые эффекты качественно изменились. Вот. Про это, кстати, мы будем продолжать сегодня на лекции в университете. Если кто дойдет до нас. Это в 4.30, да? 4.30 в МГУ. Там будет, значит, лекция называется «Правильные и неправильные многогранники». Ну, дальше сколько успеем. То есть я хочу полностью квалифицировать правильные многогранники. Там, значит, будет сильно развита соответствующая теория. Вот. Ну, а после того, как вы знаете движение окружности, уже к плоскости переходить легко и приятно. Потому что два из этих движений есть и на плоскости. А именно повороты отражения. Ну, а два других там рождает... Ну, как перенос, это тоже мы уже знаем из истории прямой. Ну, а последнее движение плоскости, которое называется скользящей симметрией, уже получается, естественно, как композиция некоторых из предыдущих. То есть это вот как бы я привожу к тебе ремешали. Я считаю ее тоже совершенно неотъемлемой частью вот этого ствола. То есть мое понимание математики, что вот эти вот три теории, которые, ну, это в обычную школьную программу в какой-то, в каком-то урезанном виде входит, а эти не входят совсем, на самом деле лежат в корне математики как таковой. То есть здесь как бы сразу идет отгадка, почему там, почему преподавание математики вообще везде поголовно в мире настолько неэффективно. Потому что на самом деле в школьную программу не входят то, ну, те вещи, которые в любую серьезную математическую теорию входят. То есть нет ни одного работающего математика, который бы не знал, значит, вот этих трех теорий, ну, и даже не работающие, увлекающиеся люди математики, тоже все их знают. То есть, а в школе их не изучают. Ну, вот, так сказать, вот вам, пожалуйста, легкий ответ на вопрос, почему все так плохо, да? Ну, по крайней мере, один из ответов. Ну, и дальше на них все держатся, и они на самом деле вместе приводят к комплексным числам. То есть после этого на них вешаются комплексные числа. Комплексные числа очень добротно, где-то здесь они сидят, да, вот до этого были вот эти три, очень добротно изучаются. Ну, и дальше, как бы, уже начинается некоторое дело вкуса, но, тем не менее, определенные сюжеты, связанные комплексными числами, они напрашиваются сразу. Там решение уравнений, корни уравнений, квадратные корни, кубические корни, корни из отрицательных, ну, от из отрицательных мы уже знаем, да, это комплексные числа. Но вот дальше, то есть какая-то такая начало алгебрической теории чисел, оно появляется в любом случае как очень естественное продолжение предыдущих рассмотрений. Поэтому 100 уроков включается. Вот. Ну, и дальше там в 100 уроках идут линейные уравнения второй степени. То, что я вообще, мне кажется, что даже в обычную школу надо приводить. То есть, ну, собственно, по-моему, в каком-то совсем урежем виде они есть в 8-9 классе, но вот более серьезно, там, говоря даже о преобразованиях плоскости, которые они задают, как-то пытаться на это намекать. Вот. Ну, вот она, значит, программа. Что дальше с ней произошло? Значит, она была дочитана полностью, она была выложена в интернет на Филипповскую школу, но сейчас агрегатор, это вот мой сайт, на нем очень много разных материалов, я вас просто приглашаю туда. Там и книга, книги для скачивания, которые, значит, есть у меня... Да? Я слышал, с ней линейный уравнение второй сетей на комплексной числе. Ой, не-не-не-не, ну, в смысле, из двух уравнений, я ошибся, да, не-не-не-нет, линейное уравнение из двух переменных, ну, и из трех чуток тоже. То есть там как бы... Ну, то, что все должно быть наглядно, в школе нельзя, ну, как бы, кроме совсем уж крутых школьников, говорить о многомерном пространстве вот не получается. Вот это вот то, что я могу сказать по своему опыту. А вот то, что вы видите непосредственно, вот она плоскость, вот оно пространство, вот мы там пространство, не знаю, на плоскость проецируем, да, как это все задается, это все можно обсуждать вполне, добавляет интуиции, добавляет потом, ну, как бы, упрощает дальнейшее изучение математики в любом вузе, в котором они будут ее изучать. Вот, значит, здесь лежат 100 уроков вот в том виде, в котором они были записаны, но я сразу хочу предупредить, что запись шла на стоящую камеру, то есть человек заходил, включал камеру и выходил просто. Поэтому запись этих уроков может смотреть только ужасный энтузиаст, просто такой, что вот ему все равно, он в лупу будет разглядывать экран. То есть я просто, мне писали ее люди несколько, у меня была потом переписка с учителями по всей стране, когда эти уроки были выложены, и несколько учителей одновременно, ну, в смысле, не одновременно, несколько учителей совершенно из разных мест России написали, что разглядывали уроки через настоящее увеличительное стекло. Вот так, экран, экран разглядывали, потому что ничего не видно там. Я то, что проговариваю, понятно, а на экране ничего не видно, он дрожит, трясется. В общем, запись ужасная, поэтому впоследствии инициировалась перезапись в нормальном качестве. есть такой проект «Дети и наука». Такой довольно амбициозный, я бы сказал, проект там. Но в этот проект очень хорошо вписались эти 100 уроков, и в качестве одного из курсов они их записывают, но они это делают очень, все это происходит очень медленно, поэтому на данный момент там 35 уроков, но к концу этого года будет 50, потому что мы в этом году записали, все записали, 15 уроков записали, и, значит, будет 50, и, если честно, 50 это уже очень серьезно. То есть, как бы, а здесь это все, это просто небо и земля, то есть это идеальное качество, это четкий звук, в общем, взялись это серьезные профессиональные люди. Это конспекты и упражнения, правда, очень простые, которые надо решать там. Упражнения все равно по тестовой системе, потому что в такой ситуации по другой невозможно. Вот, но, конечно, я под этим курсом, то есть, как бы, в отличие от многих фанатов, в принципе, цифрового формата, я понимаю, что дети вот сами его проходить не будут, ну, вообще, в принципе, не будут никто. То есть, те там немногочисленные исключения, которые я знаю, они, как обычно, только подтверждают правила, то есть, с ребенком сидит над ним отец, просто нависая, да, вот, и, значит, разбирают вместе и постоянно пишут мне, как решать эту задачу, почему у нас получился неправильный ответ вот здесь, вот, ну, и как бы, и, кстати, кучу опечаток и неверности просто выловили, то есть, огромное спасибо тем, кто этим занимался. Сейчас это там сильно вычищено, вначале было просто в задачах много неверных, вообще неверных выборов, то есть, берешь, проверяешь, а правильный ответ указан как неправильный там. Вот, на это я постепенно вычищаю, потому что смотрят другие люди и мне присылают. Вот, и, соответственно, как бы имеется, конечно, в виду, кроме совсем уж там сверх мотивированных школьников, что этим будут заниматься учителя кружков на кружках, то есть, те, кто ведут какие-то специальные кружки, они просто для собственного, ну, повышения собственной эрудиции будут смотреть эти уроки и советовать каким-то самым-самым школьникам или вместе с ними даже разбирать. Вот, то есть, ну, как бы, здесь конкретное, вот, конкретно для кого это делается, до конца все равно никогда не понятно, но выложили в интернет, и для кого-то там, кому-то пригодится, что называется, да, кто-то из взрослых людей, сорокалетних, мне пишет там, что он вот взялся изучать эти уроки, живет где-нибудь в селе, там, далеко-далеко, даже от райцентра и изучает эти уроки, каждый день он смотрит, ну, там, какие-то куски, разбирает задачи, то есть, это как бы для всех вот таких супер мотивированных любителей математики, ну, а теперь давайте перейдем к сюжетам, к сюжету, который касается основной термоаритметики, значит, дело в том, что в олимпиадах на самом деле часто появляются отголоски, так, я сейчас часы забыл достать, чтобы я отслеживал, отлично, как раз еще 25 минут, у нас, вот, значит, в олимпиадах бывают отголоски непосредственно прямо самой, значит, самого вот этого материала, а именно, вот есть 4 таких, 4 задачи, 2 из которых прямо из олимпиады взяты, которые приводят к одному и тому же. Первая задача непосредственно взял у Светы, у меня 5 детей, третий ребенок Света учится сейчас в 5 классе математическом, она поступила в математический класс, 444 школа в Москве, вот, ну, и вот в течение 4 класса у нее уже появлялись задачи по этому материалу, например, значит, у вас есть две, две боди, в одной, значит, 14, допустим, литров, да, ну, я так совершенно условно называю, да, вот, а в другой, скажем, там, сколько, ну, например, 10 литров, вот, нужно отмерить 2 литра, ну, и есть третья бодья, как бы, неограниченная, которая, которая позволяет в нее можно переливать, значит, нужно отмерить 2 литра, ну, то есть, пункт А, можно ли отмерить 2 литра, пункт Б, можно ли отмерить 1 литр, да, вот, да, сразу понятно, что 1 нельзя, потому что любое количество литров, которое вы отливаете, является четным, и это инвариант, который сохраняется в задаче, но вот вопрос про 2 литра, он, поначалу, если первый раз ты видишь задачу, даже если ты очень смекливый школьник, который сразу догадался про эффект четности, как отлить 2 литра, он некоторое время будет думать, ну, наверное, очень быстро в данном случае догадается, да, дважды этот, и трижды этот, 28 и 30, вот разница между ними будет как раз 2 литра, ну, дальше там всякие технические моменты, можно вначале залить сюда, потом вылить туда, тут будет 4 литра, потом что-то еще поделать, но это уже как бы не суть, то есть, надо вычленять суть, суть в том, что бывает кратное, кратное 14, которое за вычетом кратного какого-то еще 10, даст двойку, то есть, мы приходим к вот такому уравнению, нужно его решить целых числ, следующая задача, в неком царстве-государстве, король запретил хождение любых денежных единиц, кроме 60 драхам и 13 драхам, как заплатить, ну, например, 7 драхам, то есть, в этой ситуации вопрос о том, что у продавца и у покупателя имеется сколько угодно монет любого достоинства, да, и нужно придумать вариант, передать в одну сторону 7 драхам, понятно, что это та же самая задача, она просто вообще та же самая, когда ты ее переводишь на математический язык, это когда меня спрашивают, да, что, чему учит математика, математика учит вычленять одинаковые сюжеты, вот, из физики, из других предметов, из школьной, там, олимпиадной, вот этой деятельности, да, математика это про то, чтобы структурировать знания о мире в четкие и понятные такие образы, внутри одного образа будет знание обновременно об очень многих задачах, потому что сводится к одному и тому же уравнению, мы должны m монет по 60 передать в одну сторону, в другую сторону m, давайте тут плюс-минус поставим, потому что, потому что нам, на самом деле я мог бы не ставить плюс-минус, потому что m и m на самом деле как бы могут быть отрицательными, но поначалу дети, они как бы чуть-чуть с отрицательными могут плавать, да, поэтому они будут искать как бы в положительных, да, m и n, а тогда может оказаться, что подобрав как бы наугад или как-то там другим образом, они вначале получат минус 7, но тогда они, естественно, тут же догадаются, что передавать нам просто в другую сторону, то есть то, что было отрицательным, должно стать положительным, то, что было положительным, должно стать отрицательным. Дальше, следующая задача тоже появлялась в олимпиадах, но реже. Кузнечик прыгает по разлинованной такой вот прямой, на которой отмечены, ну, отмечены, не отмечены, в принципе, не важно, короче, по прямой, да, но я отмечу целые точки, просто, чтобы было нагляднее. Кузнечик прыгает, у него есть два способа прыгать, один способ это прыгать там на 101, например, шаг, другой способ это прыгать на 37 шагов. А ему положили еду, ему положили еду в точку, где 3, вот сюда. Вопрос, сможет ли он ее съесть. Тоже, значит, из олимпиадных задач. Все это вы, ну, как бы, все это взято из обычных олимпиадных задач. Понятно, что опять то же самое уравнение, да? То есть, все вокруг одного и того же самого уравнения крутится. Мы должны взять кратное 101, вычесть кратное 37, и получить плюс-минус 3, опять же, плюс-минус, ну, можно писать просто плюс, но если мы получим минус, мы перевернем m и n знаками. Вот, то есть, в смысле, мы перевернем это уравнение наоборот. Вот, ну, и еще есть одна задача из высшей математики, ну, не из высшей, нет, ну, так, как бы, из такой более олимпиадных, я ее не встречал, но она мне очень нравится, для наглядности очень хороша. У вас есть, ну, давайте, то же самое, вот те же возьму. у вас есть, уже подарены вам 101 угольник, вот такой вот, 101 угольник, правильный 101 угольник, и еще вам подарили 37 угольник, тоже правильный. Вот. Будьте здоровы. По аналогии, скажем, с тем, что у вас есть треугольник обычный, правильный, и пятиугольник, значит, и пятиугольник, сейчас мы сообразим, как он должен идти, вот, не так, примерно, а другим цветом он должен идти. Так, раз, два, три, да, четыре, пять. Вот. А задача построить 3737 угольник, правильно. То есть, вам даны два таких вот правильных многоугольника, да, и количество сторон в них взаимопростое. Надо построить многоугольник, правильный, с количеством сторон, равным произведению. Здесь уже совершенно в явной форме появляется вот это равенство очень наглядно. Детям очень нравится. Смотрите, центрируете их в одном, естественно, в одной вершине, то есть, вот так, центрируете их вот так, чтобы одна из вершин совпала, и дальше отсчитываете, вот, например, в данном случае я строил 15 угольник, из 3, и 5 угольников. Я должен найти 2 кратных, которые находятся на минимальном расстоянии. Вот в данном случае у меня получается, что 2 раза по 1 5 окружности, да, находятся рядом с 1 разом по 1 3 окружности. А на сколько рядом? Ну, это разность равна чего? Вот 1 15 равна как раз, да? Потому что после приведения к общему знаменателю получится 6 минус 5. Вот. Но если вы умножите это все на 15, вы получите все тоже наше великое уравнение, потому что у нас здесь при умножении на 15 получится вместо 5 знаменателей 3 в числителе, а здесь, соответственно, будет 5 знаменателей, и мы получим, что построение 15 угольника равносильно тому, чтобы сколько-то раз взятая тройка минус сколько-то раз взятая пятерка было равно единице. Да, 2 внуш на 3. Да, да, да. Вот он тут. А. Да, 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 да. И 1 умножить на 5. Вот. Ну и в этом случае тоже, то есть, если мы хотим вот такой построить, мы утверждаем, что где-то они будут стоять очень рядом. Где-то. В каком-то месте m раз по, значит, 101 доля окружности минус где-то рядом, значит, будет n раз по 37 доли окружности равно как раз 1 делить на 3737, то есть то, что нам требуется, будет стоять рядом где-то вот эти вот две стороны будут близко-близко вершинки друг к другу. Вершинка одного и другого многоугольника где-то будут близко друг к другу. Вот. Ну и когда мы умножим, мы опять получим все то же уравнение 37m минус 101n равно 1. Поэтому дальше, я думаю, никаких уже продолжений обоснования не нужно. Нужно просто переходить к этому уравнению. Правда? Итак, теперь любой скептик должен, да, если среди школьника бывает, ну как бы иногда скептики, но хотя в этом возрасте еще, если честно, не бывает. Вот вопрос вопрос о смысленности того, что скармливаешь школьнику появляется, наверное, в 7-8 классе. Обычно в 4-м школьник еще и так кушает. Ну хотя, может быть, как бы мне попадаются школьники, которые в 4-м еще готовы кушать что угодно. Может быть, и на самом деле бывает по-разному. Ну, в общем, да. А если какой-то в временной школе спросил бы вас, а добиться результата за минимальное что-то было? Вот я про это сейчас я про это сейчас и расскажу. Именно про это. Я и расскажу, я вам расскажу один прием. Прием прекрасно известный еще и в Клиду, но почему-то из школьной программы вынесем. Хотя мне кажется, что он гораздо более нагляден, чем алгоритм Эфклида, который в школе используется. Прием называется цепные дроби. Вот. И именно про него я и расскажу. Но пока я, значит, пока суммирую, что же мы хотим сделать. Даны целые, ну это вот уже на таком языке, на нашем уже взрослым школьникам, соответственно, надо как бы там с целыми натуральными постоянно, это вот перекличка знаков. Еще очень важно в этом сюжете, после этого сюжета можно просто спокойно с ними говорить об отрицательных числах. Абсолютно. Потому что они уже как у поняли. Это налево, это направо и все. Вот. Даны целые А и Б. Решить в целых М и М уравнение АМ плюс БМ равно С. Ну здесь, как бы до этого мы все время минус ставили, но если мы уже перешли к целым, нам уже совершенно все равно. Вот. Да, конечно. Господи. Спасибо большое. Шесть утра все-таки сказывается. Вот. Значит, данный целый А, Б, С решить в целых М, Н уравнение АМ плюс БМ равно С. Вот. Еще можно эту по-другому задачу видеть, как нахождение целых точек на любой прямой, которая нарисована на плоскости. Вот. Потому что там, ну тут как бы АМ плюс БМ ну там плюс С равно нулю это то же самое с заменой знака, да? То есть вы берете прямую АХ плюс БЮ плюс С равно нулю и это прямая общего вида на плоскости. Соответственно, когда школьники ее изучат в таком виде, можно еще раз вспомнить, что мы до этого находили целые точки на прямой. Единственное, что в случае, когда мы уже перешли к уравнению прямой, у нас АБЦ не обязательно целые, правда? Это как это? В алгебриджеской диаметре они будут там целые. Вот. А вот в обычной ситуации они не будут целые и соответственно вопрос, а сколько точек лежит на прямой с совершенно произвольными АБЦ? Сколько целых точек? Это хороший исследовательский вопрос для очень сильных школьников. То есть попробуйте сами понять, там интересная ситуация. Там значит ну утверждение состоит в том, что если есть хотя бы две даже не целых а рациональных точки, вот если есть две рациональные точки, то есть точки с рациональными координатами две, тогда на самом деле можно сократить это уравнение на какой-нибудь вредный множитель и получится, что АБЦ стали целые. То есть на самом деле если две рациональные точки присутствуют, то задача полностью сводится к предыдущей. А вот если существует ровно одна точка, то там возможно как бы там то есть когда АБЦ не связаны таким с отношением, что там получается, что они все кратные тройки каких-то целых чисел, там значит не более одной соответственно точки, но вот вопрос как бы есть или нет уже должен быть аккуратно происследован. То есть есть ли одна точка или нет, бывает что есть, бывает случайно попало, но больше нет, либо вообще нет ни одной, и так тоже бывает. Но тем не менее вернемся к целым. Итак, первое, вот как мы его решаем. Первое, это эффект четности, который на самом деле в данном общем случае должен звучать обобщенным образом, а именно что мы проверяем? проверяем, проверяем, делится ли С на нод А и Б. Если не делится, то прекрасно, задача решена. Решения естественно нет и быть не может, потому что при постановке любых целых М и Н левая часть естественно делится на любой общий делитель А и Б, в том числе и на наибольший. И если обнаруживается, что С при этом не делится, то решения нет и исследование завершено. Хорошо. Значит, проверили и в некоторых случаях задача решена. Это обычно какие-то пункты в задачах. если это не чет, бывает это делимое на 3, бывает делимость на 5, бывает делимость на 7. Что-то надо угадать и увидеть, что задача не имеет решения. Хорошо. Теперь пусть делится. Если делится, то делим. Все делим на нод. Получается новое уравнение. Ну, давайте я его красным нарисую, чтобы новые буквы не вводить. То есть здесь уже нод А и Б чему равен единице. Потому что мы сократили на нод, и если бы была еще дальнейшая делимость, то эта делимость при умножении на нод добавила бы больший делитель у исходных А и Б, чем нод. То есть, если мы сократили на нод, то оставшиеся два числа сокращенные взаимно простые. Вот. Это называется взаимно простые. Как вы все знаете. Вот. И нам нужно понять, что теперь делать с уравнением. Теперь, значит, распадается на два шага. Первый шаг называется ищем частное решение, да? Какое-нибудь М0, Н0. А второй шаг это из него выводим уже дальнейшее, общее. Значит, как вывести из частного общее, давайте сразу это сделаем. АМ плюс БН равно С, и при этом у нас есть одно частное решение. Что делаем? Вычитаем. Получается А на М минус М0 плюс Б на М минус М0 равно чему? Нулю, правда? Согласны? Нулю. Теперь это означает, что А умножить на М минус М0 делится на Б. И при этом А и Б взаимопросты. И вот тут мне придется применить еще не доказанную основную теорему арифметики. Точнее, один из приемов, который с ней напрямую связан. А именно из этого следует через дополнительное серьезное рассуждение, которое пока мы пропускаем. Что М минус М0 делится на Б. То есть делимость проистекает только отсюда, но, внимание, это не очевидно. Во многих школах это выдается как какой-то очевидный факт. Если произведение двух чисел делится на третье и первое и третье взаимопросты, то второе число делится на третье. Нет, это верно, конечно, но это абсолютно не очевидно. Абсолютно не очевидно. Кстати, я помню, как в детстве, когда я это еще в первой школе изучал, до 57-й школы, у нас это было на уроках как-то все время само собой разумеется. Я подошел к учительнице и говорю, а почему само собой разумеется? Я вот только доказать не могу, честно скажу. Ну, я неплохо решал, а доказать я не могу. Она говорит, ах, она меня называла Люлек, 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 иди спроси у папы или переходи в мат-школу. Мы доказывать не будем. Так возникла мысль пойти в 57-ю школу, да? Вот. Пошел на кружок, там, соответственно, уже было ближе к этому, ну и в конце концов, попав в 58-ю школу, естественно, уже мы все это доказывали. Вот. Но, действительно, это верно. И совершенно аналогично m-m0 делится на что? На a. То есть, в любом решении m отличается от исходного на кратное m0, да, m0, ой, на кратное b плюс b на t, а n, соответственно, отличается от n0 на кратное a. Ну и на самом деле, так как выполнено вот это соотношение, то кратное будет одним и тем же, только с разными знаками. Вот. То есть, если мы подставим два разных кратных, тут t, а тут s, то после подстановки сюда окажется, что t равно минус s. и поэтому вот общее решение t равно 0 плюс минус 1 плюс минус 2 и так далее, и любые значения. Или, как мы говорим, t принадлежит z. Но это надо школьникам объяснять. Вот. То есть, школьникам надо сказать просто, что поначалу... Ой, я не выключил телефон свой. Или это... А, нет, это не мой. Вот. У меня ровно такой же звук. И так как он мало где, то я всегда скативаю, когда этот звук происходит. Вот. Значит, и так, как бы, то есть, ну, или можно легко это нарисовать, что если одна такая точка попала, то, соответственно, дальше будут сдвиги. Очень геометрично все, понимаете, да, то есть, это все здесь нарисовано. Все тут нарисовано. В некоторых задачах нужно отводить вещественные решения, там, когда... Ой, в смысле, положительные решения, когда нужно там вот у вас там есть фиксированное количество денег, нужно собрать из них какую-то сумму, деньги двух видов, но именно вот из ваших фиксированных. Тогда начинается всякие работы со знаками, но это вот, это как раз не ствол, да, то есть, дальше все вокруг, это уже вы как бы дальше с ними разбираете. Суть в том, вот, что из этого следует это, то есть, что все остальные решения отличаются на вектор B-A, сдвинутый туда или сюда на любое целое количество раз. Все, точка. Это завершение решения этого уравнения. Но остается вопрос, а этот как найти? Ну, хорошо, нашел, ну что, угадывать что ли, да? Ну, поначалу я говорю, угадывайте. Берите кратные, вот так вот там, можете изобразить многоугольники и посмотреть, где близко. Вот, то есть, в принципе, первый ответ такой, угадывать. Но, естественно, школьников сильных это не устраивает. Как это угадывать? Вот, например, если у меня были 101 и 37, что я буду сидеть и угадывать, что ли, когда кратные на единицу будут отличаться? Конечно, нет. Поэтому сейчас я расскажу, как находить первое решение. так, и на это у меня сколько времени? 10 минут у меня есть? 47 минут. А, тогда быстро, да. итак, ну, давайте быстро я скажу просто, что, если я умею угадывать, если я умею угадывать вот так, то я, естественно, умею угадывать, то есть, если я умею единицу делать, то я, естественно, и С тоже умею делать умножением на С, правда? То есть, угадывать надо решение с единицей, когда решение с С получается просто кратностью. И все. Значит, соответственно, надо угадывать решение с единицей. Итак, последнее, последнее, что мы сделаем, это я вам расскажу, как делают, как, значит, это делается с помощью цепных дробей. И дальнейшее будет подвешено в воздухе, потому что доказательство того, что это всегда работает, уже совершенно выходит за школьную программу, но это действительно самый быстрый, самый экономный способ. Итак, у нас, например, уравнение 101M плюс 37N равно 1. Мне нужно его решить. Я пишу дробь. Дальше я ее выделяю, ну, я ее представляю, как правильную дробь, а именно получается, сколько там? 2 и 27, да, 37-ых, правильно? Проверяйте, чтобы я не ошибся, я постоянно ошибаюсь, особенно в 6 это а. Правда, уже к 7-ми. Так, значит, 2 плюс 1 делить на... Вот дальше я делаю странный прием, который в начале детям кажется трудный, особенно потому, что дробей-то они еще толком не видели. Вот. Но уже если они там напишут 10 цветных дробей, они и с обычными дробями будут прекрасно себя чувствовать, просто прекрасно. То есть, если они вот, как бы, это самое, недавно совсем увидели дробь, и начинается такое, вот, ну, я, значит, опробировал на 2 из своих 5 детях это все, тоже в том числе, прямо и многочисленных учеников. Значит, тут 1 плюс 10 27, да? 10 27 это 1 делить на 27 десятых, 27 десятых это 2 плюс 7 десятых, да? 7 десятых это 1 делить на 10 седьмых, 10 седьмых это 1 плюс 3 седьмых, 3 седьмых это 1 делить на 7 третьих, 7 третьих это 2 плюс 1 треть. Это называется цепная дробь числа. Из техники цепных дробей, если бы еще чуть-чуть было времени, я бы мгновенно вывел, что корень из двух число иррациональное. Потому что очевидным образом цепная дробь будет конечной тогда, когда число само было обычной дробью. Причем это и в ту, и в другую сторону практически сразу понятно. И если я предъявляю число, у которого цепная дробь бесконечная по длине, то значит это число автоматом оказывается иррациональным. Вот, теперь я беру, теперь внимание, нижний этаж ампутируется. Вот так вот удаляется. И пишется примерное равенство. Примерное равенство теперь этого числа тому, когда я удалил нижний этаж. Давайте быстро. Три вторых, две трети, сейчас чтобы я не ошибся, проверяйте. Восемь третьих, да? Три восьмых. Одиннадцать восьмых. Восемь одиннадцатых. Тридцать, что ли, одиннадцатых получилось? Да? Ну а теперь проверяем. Сто один на одиннадцать минус тридцать на тридцать семь. Это что у нас? Это тысяча сто одиннадцать, да? А тридцать семь на три, это сто одиннадцать, мы это знаем. Поэтому здесь тысяча сто десять. Не ошиблись. И даже знак угадали. Вот. Ну а дальше вы сообщаете детям, что это работает всегда. Точно. Ну и когда к вам пристанут они в каком-то старшем уже классе, вы всю теорию цепных дробей, конечно, уже можете изложить. Можно отсылать книги Хинчина, где прямо страница за страницей все доказывается, что для произвольной совершенно цепной дроби, где здесь стоят просто коэффициенты А0, А1, А2, вот такие вот произвольно целые числа, всегда получится этот эффект. То есть соседние этажи, когда их привести к обычным дробям, если взять разницу между ними, то числитель полностью убивается, остается единичка там, а внизу произведение знаменателей. Поэтому это универсальный прием, и потом из него доказывается основная теорема аритметики. Именно из этого приема. То есть из того, что, вот скажем, здесь у нас А умножить на это, делилось на Б, да? Вот. Значит, соответственно, раз А и Б взаимопросты, то существуют Х и У вот такие. Теперь я умножаю на М минус М0, да? У меня получается вот так, равно М минус М0. Вот. Теперь, значит, я, соответственно, мне дано, что А на М минус М0 делится на Б. Правильно? И это автоматом делится на Б, так как имеет Б в качестве кратного, значит, это тоже делится на Б. Приехали. Доказано. Ну, а из этого вы знаете, как выводить, наверное, основную теорему аритметики. То есть, если у меня есть два разных разложения на простые, то мы быстренько удаляем из них совпадающие, и тогда будет два разных разложения, уже состоящие из полностью непересекающегося набора. Ну, и получается, что П1 умножить на П2 умножить на так далее и на ПР делится на К1. Ну, так как это все простые, да, и различные, то, соответственно, раз П1 умножить на вот это все делится на К1, то вот это все делится на К1. Раз П2 умножить на все остальное делится на К1, то все остальное делится на К1. И в конце концов мы придете к тому, что ПР делится на К1, что так же абсурдно, как и все предыдущее. Что это означает, что? Терема аритметики верна основная. Ну, последняя, да, я чуть-чуть это уже как бы на самостоятельное додумывание. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте. Или хотите, перенесем их на после той лекции, да? Да, давайте. Мы все равно сегодня встретимся через час. Вот, так что вот небольшой сюжетик такой, как бы самый-самый главный сюжет, в общем-то, математики пятого класса. Вот так. И до новых встреч в смысле через час.